МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начинается активный сезон домашних заготовок. О безопасных способах консервирования поговорим с врачом-гастроэнтерологом Ольгой Валерьевной Шадриной. Ольга Валерьевна, расскажите, пожалуйста, я знаю, что хозяйки любят очень мариновать. Вот насколько безопасен этот способ? Маринование достаточно безопасный вид заготовки. Он был придуман для того, чтобы уничтожить возможное размножение бактерий в этой заготовке. Но происходит маринование в основном за счет двух относительно безопасных кислот для организма – уксусной и лимонной. Нужно сразу сказать, что кислота должна быть небольшой концентрации, не более 3%. И, естественно, туда для маринования добавляются соль и некоторые специи. Вот чем меньше специй добавлены, тем меньше будет вреда для организма. Но поскольку я гастроэнтеролог, нужно сразу сказать, что этот вид заготовки противопоказан людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, особенно в стадии обострения. Потому что при употреблении маринованных продуктов стимулируется пищеварительный сок. И поэтому в момент обострения людям с проблемами желудочно-кишечного тракта употреблять запрещено. Также маринованные продукты нежелательно употреблять детка. Ольга Валерьевна, если говорить о ягодах, вот если овощи их маринуют, то ягоды варят, это варенье. Вот насколько этот способ безопасен и сколько хранится такое варенье? Ягоды варятся по-разному в зависимости от того, сколько ягоды варились и разный срок хранения. Наиболее полезным считается варенье, которое варится не более 5 минут, так называемая пятиминутка. Но хранение такого варенья долго происходить не может. Если варенье сварено по классической схеме, то есть 20-30 минут, то оно может храниться от 2 до 3 лет. Но это не касается варенья, которое было заготовлено с косточками. Вот такое варенье может храниться не более 7 месяцев, потому что доказано, что при длительном хранении могут выздавляться из косточек уже токсические вещества. Но есть еще альтернатива маринованию и варенью, есть сушка и заморозка. Вот насколько они, может быть, полезнее и в чем-то выигрывают? Да, конечно. Заморозка ягод стоит на первом месте по сохранению витаминов. В первую очередь витамина С, но и многие другие витамины при термической обработке погибают. Поэтому, если говорить о пользе ягод в зимнее время, то лучше всего употреблять ягоды из замороженного состояния. Что касается сушки, там тоже сохраняется много питательных веществ, но, конечно, витамины практически так же, как при варке, они будут уничтожены, особенно при длительном хранении. А есть ли советы для консервации определенных продуктов, например, грибов? Ну да, грибы – это такой особенный продукт, в котором очень много белка и воды. Поэтому наиболее лучшим считается сушка грибов, потому что выпаривается вода и остается белок. Также хорошим считается замораживание грибов, потому что там тоже белок сохраняется, а вода при замораживании уйдет. И нужно сразу сказать, что грибы не всем, опять же, разрешены. И при любой заготовке грибов людям с обострениями заболевания желудочно-кишечного тракта они противопоказаны. А также грибы очень тяжело усваиваются, поэтому они противопоказаны в детском возрасте. Ольга Валерьевна, скажите, пожалуйста, а есть ли ограничения для здоровых людей, чтобы им не заработать, какие-то проблемы с пищеварительным трактом? Это в первую очередь касается маринованных продуктов. И даже если у человека все отлично, все равно употребление маринованных продуктов не более 100 грамм в день. И что касается соленых грибов или каких-то других видов грибов, то есть именно грибов, там тоже достаточно большое ограничение. То есть не более 100 грамм считается безопасным. Спасибо большое, что пришли, рассказали, поделились советами. Я надеюсь, что после этой беседы и этих советов пациентов у вас с обострениями станет меньше. Спасибо. А я напоминаю, что мы обсуждали, как правильно сделать заготовки. И в гостях у нас была Ольга Валерьевна Шадрина, врач-гастроэнтеролог. Субтитры создавал DimaTorzok